Мне кажется, это фальшивые цифры какие-то. Я, по крайней мере, не встречал ни одного европейца, который бы сказал, я хочу выйти из Евросоюза. Да, хотят греки, в какой-то степени киприоты, но, по меньшей мере, мне кажется, работать надо просто, а не устраивать себе, как у них называется, фиеста или что там. Очень легко заметить разницу между Северной Европой и Южной Европой. Южная Европа, которая очень набожна, это католики, значительную часть своего времени готовы отдаваться ритуалом, нежели работой. И более того, они очень любят отдыхать. Поэтому ничего удивительного, что именно на юге Европы происходят кризисы, какие-то проблемы с экономикой в Португалии, Испании, Италии, Греции, Кипр и так далее. И довольно стабильно все в Северной Европе, где люди привыкли работать, и там просто нужно пахать, поскольку холодно зимой. Но вот они могут говорить о том, что там какие-то проблемы создаёт им Германия, но им никогда не придёт в голову простым людям покинуть Европу. Все прекрасно знают, что они получили достаточно больших благ от свободного перемещения, от возможности найти работу в любом конце работы. По крайней мере, я попытал многих европейцев на эту тему. Я не встретил ни одного, который бы хотел сказать, что мы хотим выйти. Даже те страны, которые стоят в очереди, например, в Черногории, они даже представить себе страшное мнение могут. Простые люди, с которыми я общался, что в один прекрасный день им скажут «нет, вам путь в Европу закрыт». Поэтому, мне кажется, это пропагандистская какая-то туфта про то, что европейцы хотят выйти из Европы. По крайней мере, чехи, которые сделали востребованным свой автомобиль «Шкода», благодаря тому, что этот концерт или автозавод купил «Фольксваген», им в страшном сне даже не приснится, что вдруг эту «Шкоду» они начнут сами производить так же, как они производили в советское время, ее вместе по технологии Тольяттинского автозавода.